Расскажу вам одну историю, которая со мной произошла совсем недавно. Я люблю животных, но вот с собаками стараюсь не пересекаться. Благодаря этому случаю, я стал по-другому относиться к собакам, даже к дворовым. Что ни говори, а они умные животные. Два месяца назад я был у себя на даче. Был сентябрь месяц, и я приехал собрать весь урожай, который у меня остался. И тут, я увидел, как ко мне во двор забежала соседская собака породы Питбуль. Она не была агрессивной, а напротив очень взволнованной. Я не решился к ней подойти. Во-первых, я был занят, а во-вторых, я не знал, что ей было нужно. Я отвернулся от нее и сделал вид, что мне все равно. Но собака оказалась настойчивой. Питбуль подошел ко мне вплотную и начал трогать меня своими лапами. Потом пятился назад. И когда он повторил это несколько раз, я понял, что он хочет, чтобы я пошел за ним. Собака быстро шла по дороге, я даже не успевал за ней идти. Но Питбуль местами останавливался, чтобы я смог его догнать. В итоге он привел меня к очень старому, заброшенному дому с участком. Окна и двери в доме были заколоченные, а участок весь зарос бурьяном. Питбуль перепрыгнул через старый, деревянный забор и сел на траву, ожидая, пока я зайду на участок. Я понимал, что дом заброшенный, и там уже давно никто не живет. Поэтому я смело открыл калитку и подошел к дому. Пока я осматривал участок, собака убежала за дом. Потом я услышал ее лай, она звала меня на помощь. Я зашел за дом и увидел сколоченный из старых досок большой ящик. Между досок мне удалось увидеть, что там находятся щенки. Так вот зачем меня привела сюда эта собака. Я разбил пару досок и был очень удивлен. Не теряя ни минуты, собака прыгнула вовнутрь и начала кормить щенков. Оказывается, это были ее детеныши. Когда щенки покушали, я взял ящик и отправился к своему соседу. Питбуль не отходил от меня ни на шаг, как будто боялся снова потерять своих щенков. Сосед очень удивился, когда увидел у меня в руках щенков своей собаки. Оказывается, у Лары, так зовут собаку, около месяца назад родились щенки, только появились они в сарае. Хозяева решили их не трогать и не стали переносить их в дом. А вчерашним днем щенки пропали, и собака вместе с ними. Оказывается, кто-то узнал, что в сарае находятся щенки дорогой собаки, и решили их забрать. А чтобы они никуда не делись, то сколотили им ящик на заброшенном участке. А собака пошла их искать, а когда нашла их по запаху, то пришла ко мне за помощью. Чтобы такого больше не повторилось, сосед занес щенков в дом. Теперь они вместе с Питбуллем находятся в безопасности. А тех людей, кто это сделал, вычислили, так как на следующий день они пришли за щенками на заброшенный участок. Вот такие бывают люди, которые хотят заработать деньги легким путем. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.